Цены на продукты взяли под контроль. Рейды начались после того, как генпрокуратура посоветовала своим коллегам в регионах посетить продовольственные магазины. Поэтому работники краевой прокуратуры сегодня отправились изучать ценники в краснодарские торговые центры. Особое внимание уделили группе так называемых социальных продуктов. Хлеб, молоко, яйцо, которые за месяц подорожали более чем на 30%. А вот заметили это проверяющие или нет, расскажет Дарья Безинская. Хлеб Бородинский записываем. 400 грамм вес. Цена 28 рублей. Хлеб всему голова. Но работники прокуратуры проверяют не только его стоимость. Под контролем цены на социально значимые продукты. Цифры на ценниках не только записывают, но и фотографируют. Так, яблоки свежие. Так, маркировка. Сорт Айдорет – 1 килограмм. Из фруктов только яблоки попали в список, цены на которые проверяет прокуратура. Кстати, Кубанские за месяц подорожали как минимум в полтора раза. И причем тут санкции. Из овощей социально значимыми признаны картофель, капуста, лук и морковь. Также в потребительскую корзину среднестатистического краснодарца попали мясо на кости, замороженная рыба, подсолнечное и сливочное масло, мука, вермишель, яйца, молоко, сахар, чай. Из крупы рис, пшено и скандальная гречка. Итоги рейдов еще не подведены. Проверяющие не дают даже предварительные комментарии. Зато покупатели охотно делятся результатами собственных мониторингов. Даже некоторые цены выросли больше, чем на 50%. 100% даже есть повышение цен. Раньше приходили в супермаркет, покупали большую корзину продуктов. Тратили намного меньше, чем сейчас. Детям покупаем яблоки, бананы. Покупали в два раза дешевле. Теперь дороже. А некоторые участники шопинга по продуктовым магазинам, не дожидаясь официальных заключений прокуратуры, даже выдвигают свои версии, почему цены в рост пошли. Мне кажется, что здесь больше элемент недобросовестности, желания нажиться. Потому что все как-то бросились повышать цены. Все ссылаются на какую-то там валютную составляющую в своей продукции. Но я думаю, что больше элемент жадности. Пока прокуратура изучает полученные цифры, рейдовые группы сегодня побывали в семи крупнейших торговых сетях города, в Краснодарстате уже заявили о росте цен на некоторые продукты. Как минимум в два раза по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным ведомства, больше всего подорожали яйца, крупа, овощи и фрукты. В причинах подорожания, если таковое будет доказано после подведения итогов рейда, будут разбираться специалисты прокуратуры и антимонопольной службы края. По результатам указанных выездов будут приняты соответствующие решения. Если будут установлены нарушения, будут приниматься соответствующие меры реагирования, в том числе административного характера. Как убеждают сотрудники прокуратуры, подобные рейды в крае проходят еще с августа. На этой неделе прокурорам края было принято решение усилить мобильные группы, которые проверяют цены на продукты и лекарства. В ближайшее время вместе с правоохранителями в торговой сети будут выезжать специалисты антимонопольной службы, Россельхоз и Роспотребнадзора, а также представители муниципальной власти. Только вот помогут ли эти меры сдержать цены, неизвестно. Дарья Безинская, Анна Федорова, Дмитрий Забелин, Краснодар, 24. После ревизии прокуратура передаст все собранные материалы в другие контролирующие органы, в том числе антимонопольную службу, где будет принято решение, кого из предпринимателей накажут. Кстати, высокие цены не повод отказываться от покупок. Краснодарцы по-прежнему оставляют крупные суммы в магазинах, поэтому следующая информация совсем не удивляет. Кубанская столица заняла пятую строчку рейтинга самых небедных городов России. Исследования проводили социологи Финансового университета при правительстве. Опрос проходил в 35 мегаполисах с населением свыше полумиллиона человек. Горожанам предлагалось самим оценить свое благополучие. Выяснилось, что в столице Кубани доля малообеспеченных жителей составляет 45%, а доля критически бедных – 11%. Лучше всех, по личным ощущениям, живут в Москве и Владивостоке. Довольно своим благосостоянием также Екатеринбург, Казань и Тюмень. Продолжение следует...